Обеспечение безопасности, сохранение природы и окружающей среды, а также формирование и развитие экологической культуры на территории региона стали основными направлениями работы в прошлом и этом году. Видимо, до некоторых районов эти направления работы так и не дошли. Городская свалка в Сенгелеи находится между двумя полями, на которых выращивают пшеницу. Потом из нее пекут хлеб. Получается, что зерно удобряется всеми нечистотами, которые сливают коммунальные компании с молчаливого согласия администрации района. За моей спиной более полутора километров свалки, которой нет. Эту свалку закрыли по решению суда, однако нового места для вывоза ТБО ни жителям, ни администрации, ни предприятиям не предложили. Поэтому все вывозят мусор сюда. Даже ассоциационные машины сливают сюда нечистоты. Эта свалка горит и дым идет на Сенгелей. Это, по сути, и стало причиной закрытия свалки. Жители жаловались на смрадный едкий дым. Так таковой свалки в Сенгелей, Сенгелейской районе никогда и не было. Было место для временно хранения теток бытовых отходов. Сегодня, на самом деле, решением суда вот это место для временно хранения закрыто. Так таково сегодня ни свалки, ни места для хранения временного, так такового нет. Вывозом теток бытовых отходов у нас занимаются две организации. Это и Комастер, и Коммуналист, и все жители. И мы, бюджетная организация, соц. учреждения заключили с ними договора. И они занимаются вывозом теток бытовых отходов в Поликон. Там большие ключишки, насколько я понимаю. Думается, что мусор из городских мусорных баков не доезжает до больших ключиш. Ведь прежняя свалка ближе, и экономия ГСМ делает закрытую свалку гораздо привлекательнее для недобросовестных мусорщиков. Этот мусор не бытовой. Ни в одном дворе не найдется столько шелухи от семечек. Такие горы может вывести только предприятие. Какое? Вопрос к хозяину земли. Или это земля без хозяина? Бывший глава района, а ныне депутат законодательного собрания Вячеслав Ковель, считает, что вывозят самовольно. Проблема по утилизации 4-х коммунальных отходов всегда была. Проблема в Судейском районе. К сожалению, свалка, которая так называемый полигон по утилизации, находился в частных руках. Собственник не содержал его в той норме, которая должна быть определена. Понятно, что он отказался от территории. Ряд организаций, которые занимаются территорией, этих договоров не имеют. И они выводят скрытно, сами по себе, вываливают там на эту территорию. Пока решаются юридические казусы с собственностью на землю, надо хотя бы обеспечить относительное содержание этого полигона. Проще всего участок перекрыть. Вячеслав Ковель считает, что все проблемы решатся с 1 января Нового года, когда в силу вступит новая система обращения с ТБО. Люди, конечно, готовы ждать месяц, но решение видят иначе. В Сангелее много мусора? Конечно, много. Я этой темой, знаете, я уже давно, я даже, когда устроилась в благоустройство, кроме как тема мусора, вот меня не коснулась. А я женщина, я специалист благоустройства, я хочу, например, красоту, облагородить наш красивый город, еще лучше сделать. Но не получается, потому что у нас, чего ни коснись, у нас мусор. Это глобальная проблема для Сангелея. Кто-то готов платить оператору, кто-то хочет оборудованную свалку неподалеку. Хотя бы временное хранилище отходов. Чтобы любой мог вывезти, например, строительный мусор, который оператор бы отвозил дальше в место утилизации или на переработку. Конечно, Павелу нужна эта свалка. Как же в городе? Ну, пусть выделен определенный участок. Ну, есть сейчас вот, ну, свалка. Вы, наверное, там были. В общем, эта свалка, ну, пусть она облагороженная. То есть, с подъездными путями. Люди же, граждане, сами могут также своим ходом вывезти мусор. Там, например, строительный материал или ненужный хлам. То есть, нужно создать условия. Пока же, несмотря на то, что региональный оператор уже вывозит мусор на Большеключищенский полигон, свалка у Сангелея продолжает расти. Есть муниципальная власть, задача которой навести прежде всего правовой порядок в этом вопросе. Пока у муниципальных властей, видимо, нет воли, чтобы эти проблемы решить. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.